всем привет меня зовут екатерина добро пожаловать на мой канал и сегодня одно из самых важных и интересных видео года это подведение итогов и фаворита разочарования лета 2020 года сегодня расскажу вам про какие-то самые классные продукты которые тестировала за это лето и некоторые разочарования продукты которые я скорее не рекомендую к покупке но тем не менее постараюсь о них подробненько вам рассказать и как обычно давайте пойдем по моей стандартной логике сначала продукты для лица брови глаза и так далее этим летом я особо не тестировала никакие новые тональные средства у меня был только лишь один новый консилер и это консилер от белорусского бренда relui pro который очень-очень стойко и очень надежно поселился у меня в сердце это действительно один из самых классных консилеров что я пробовал наверное за последний год если так скажу то думаю что не совру потому что я им пользовалась буквально постоянно он у меня лежал здесь в съемочной зоне и каждый раз он мне приносил какое-то нереально крутое покрытие независимо от состояния кожи он ложится очень-очень красиво отлично растушевывается хорошо перекрывает зоны синячков он в принципе имеет легкую степень фиксации поэтому не нуждается в каком-то жестком припудривание но опять же и не исключает его если вам комфортно вы всегда можете его припудрить у него средняя очень классная такая кремовая текстура отлично тушуется наслаивается и вообще мне показалось что за такую бюджетную цену он просто максимально беспроблемный поэтому могу от души рекомендовать у меня 10 оттенок насколько я помню это самый светлый именно с желтым потоном если меня не изменяет память 20 был чуть более прохладные и 30 такой чуть более наверное темненький более загорелой но тоже достаточно ходовой следующий продукт тоже несомненно мой фаворит и эта пудра от бренда кика называется blossoming beauty это по моему одна из их последних лимитированных коллекций и как вы уже знаете это аналог моей любимой пудры от нарс которая light reflecting прессованная пудра здесь примерно такая же текстура очень легкая сатиновая пудра которая выравнивает текстуру кожи дает такое сатиновое красивое освещение фиксирует какие-то кремовые продукты делает это настолько деликатно что идеально подходит для сухой кожи по моему мнению классно усаживает макияж как-то немножко сглаживает текстуру а также помогает фиксации например консилера если вы не хотите какой-то очень сильно такой матовой пудрой фиксировать консилер но все-таки немножко пройтись зоне под глазами чтобы консилер не скатывался в складочки и так далее то такого плана пудры как мне кажется идеально подходит у них очень плотная прессовка поэтому не бойтесь с ними брать какие-то более такие мягкие воздушные иногда даже чуть-чуть жестковатой кисти чтобы достаточной мере разрыхлить эту текстуру и хорошенько ее нанести и вполировать в кожу вы знаете что я огромный фанат этой пудры от нарс она у меня уже такая немножечко прорытая с ямкой и на самом деле очень рада что попробовала эту пудру потому что мне кажется что она максимально похожа по всем параметрам на пудру от нарс но забавный момент в том что пудра от нарс она все-таки находится в постоянной коллекции в то время как вот эти вот пудры от кика насколько я поняла выходят там раз в коллекцию или раз в две коллекции но вот этого текстура она остается одной и той же но меняется упаковка в зависимости от лимитки да то есть них у кика каждый год всякие прикольные выходят лимитки с разными красивыми упаковками и вот на этот раз форме цветочка я добавлю еще предыдущие упаковки по моему такой же текстуры просто они именно внешне отличаются поэтому если вам нравится по моим рассказам это пудра то советую периодически смотреть за какими-то лимитированными коллекциями от кика потому что именно в полноценной коллекции этой пудры нет насколько я понимаю но так или иначе она перевыпускается где-то раз в два сезона примерно далее наверное расскажу про кремовые продукты для лица во первых от бренда рилуи про вот такой вот кремовый хайлайтер называется он liquid strobing у меня по моему тоже в десятом оттенке такой вот он лимонные очень красивые этот хайлайтер достаточно тонкой такой кремовые текстуры он не разъедает тональное покрытие он дает легчайшее такое естественное свечение которое в случае сухой кожи очень классно как-то освежает вид кожи делает ее такой более увлажненный я вот сегодня как раз макияжа его наносила и мне кажется на том этапе когда именно я его добавила кожа стала смотреться какой-то более здоровый что ли более увлажненный не стоит ждать от этого хайлайтера какого-то мега супер экстра сияния но мне кажется как такой знаете очень легкий незаметный вид хайлайтера на каждый день очень очень классный вариант вы можете уносить как спонжем так и кисточкой так в принципе и пальцами и получается на самом деле очень очень естественный вид увлажненная и ухоженной кожи особенно рекомендую этот оттенок для светленьких у кого примерно такой же тон кожи как у меня он на самом деле смотрится очень интересно он одновременно и такой немножко оттенка шампанского и чуть-чуть лимонные и чуть-чуть ванильные и тоже на самом деле очень очень освежает второй кремовый хайлайтер который вызвал у меня чуть больше наверное вопросов но я покупала больше для работы нежели чем для себя это кремовый хайлайтер cosmic glow от бренда organic kitchen я его покупала как хайлайтер для декольте работу я не ожидала что он будет настолько темным я все таки думала что он будет для такого более светлого оттенка кожи но имейте ввиду что если вы его хотите себе купить то у него есть такой оранжевато кирпичный подтон то есть он красиво светится и в принципе если его смешать например с тоном это может сработать неплохо но как только вы отворачиваете немножко цвета то на светлой коже может быть заметна его база поэтому я бы точно не рекомендовала этот хайлайтер как продукт именно для лица да но например для смешивания с тоном какой-то маленькой пропорции либо же для работы с декольте на не очень светлой коже в принципе неплохо но честно говоря я ожидала оттенка намного более светлого с учетом того что этот хайлайтер в коллаборации с визажистом эленой ясенковой я почему-то ожидала от нее что она придет какой-то более ходовой светлый оттенок но все-таки у него вот это вот бронзовая база она немножко чувствуется и на особенно светлой коже декольте это может быть заметно поэтому смотрите если вы не очень светлая то наверное он вам подойдет из сухих продуктов здесь у меня тоже есть парочка разных новинок ну как сказать новинок это скульптор от бренда relui pro мне кажется уже абсолютно не новинка а скорее такая старинка очень известный продукт must have бренда очень популярный мне в принципе он понравился он по текстуре такой средней насыщенности то есть он не слишком прям легко пигментированный но и не сильно сыпучий в рефиле больше всего понравилось наносить максимально мягкими кисточками в данном случае я сегодня это делала кисточкой из белки от хок ухода и именно в таком случае он дает очень легкий эффект скульптуры лица если говорить о самом оттенке мне показалось что он не мега прям какой-то супер холодный скорее такой универсальный слегка теплый слегка холодный такой вот очень средний нейтральный поэтому если у вас светлая внешность но при этом супер холодный подтон я думаю что он вам подойдет но в обратном случае у него достаточно ходовой оттенок из румян у меня две новиночки конечно же это румяна бьюти мне кажется это просто продукт всего лета наверное это очень классный румяна хотя они у меня появились не так уж и давно но тот последний месяц где-то или наверное полтора как они у меня есть мне кажется практически в каждом макияже я его наношу этот оттенок за исключением наверное сегодня потому что я хотела вам показать другой продукт который я практически ни разу мне кажется не демонстрировал у себя на канале но очень много раз пользовалась этими румянами очень естественный такой нежный светло-персиково-розовый оттенок отлично подойдет для освежения щечек для освежения макияжа очень естественно смотрится текстура у данного продукта запеченная как в общем-то и мой любимейший бронзер тоже от энд бьюти максимально легко наносится растушевывается очень дружественный в использовании можно наносить буквально любым типом кисти все прекрасно несется и сам по себе оттенок максимально универсальный мне кажется подходит и для более прохладных типажей для нейтральных для теплых потому что в нем есть и какая-то розовая нотка и персиковая короче не устану просто восхищаться этим продуктом действительно от души рекомендую мне кажется что он очень многим действительно подойдет ну и второй продукт из категории румян который меня не так сильно почему-то обрадовал и кстати я только в конце лета поняла что я по-моему ни разу не показывала его на канале потому что старалась его скажем так за кадром тестировать в реальной жизни также он меня в ванной лежал это румяна от tom ford двойные мне просто еще в начале лета их сестра привезла из европы и я почему-то абсолютно забыла вам их показать где-то в середине июня они у меня появились у меня двушка в оттенке brazen rose это ноль первый оттенок я запал на эти румяна в обзоре у michelle wang она вроде как положительно них отзывалась и я подумала почему бы их не купить тем более у меня никогда не был румян от тома ford у него есть как бы классическая коллекция где целый оттенок но вышла недавно вот такая вот новинка с двойным цветом румян и мне понравилась сама идея я долго смотрела обзор и все-таки решила взять себе ноль первый оттенок если говорить про сам оттенок то мне показался он достаточно таким обычным средним слегка розовым слегка персиковым в принципе к самому цвету у меня не было особо никаких претензий сама вот эта идея с двойным разделением что вы можете чуть более светлый оттенок использовать чуть более насыщенный и при этом как бы контролировать степень самого оттенка что ли да проявление этого оттенка хотите более светлый хотите более насыщенный хотите смешивайте то есть идея реально классные здесь мне вообще никаких вопросов нет но текстура честно говоря оставляет желать лучшего я думала что эти румяна будут более щадящие к сухой текстуре кожи в принципе вот так вот издалека вы это особо не заметите но я приметил у них одну такую небольшую особенность что они достаточно как-то суховато лежат на текстуре кожи не могу это объяснить но даже вот сейчас когда ими красилась пока я не сбрызнула у лицо фикс плюсом я последнее время очень люблю так делать и тем более чем ближе к осени к зиме чем больше холода тем сушимая кожа и я заметила насколько это сильно проявляется с этими румянами и мне именно по текстуре не не очень понравились здесь в отличие от румян от энд бьюти которые именно заполировывают зашлифовывают и как такой мягкий сатин лежат на коже да вот как у меня тени лежат то есть есть оттенок но кожа немножко просвечивает здесь же у тома форта какой-то немножко обратный эффект оттенок достаточно интенсивный он такой заполняющий кожа практически не просвечивает вот не знаю мне кажется даже видно что как-то у меня щеки странно смотрятся на то есть они в принципе красивая да то есть по оттенку но не хватает вот этой моей любимой полупрозрачности в текстуре они какие-то очень забивающие то есть они прям знаете как-то немножко даже текстуру подчеркивают поэтому продукт в моих глазах немножко не оправдал себя и то что я за ним так гонялась да заставила я сестру пойти в магазин купить мне эту новинку потому что она должна была как раз приехать в россию привезти мне какой-нибудь подарок и поняла что все таки это не тот продукт за которым стоит гоняться да они симпатичные люксовые красивые оттенок классный но текстуры честно говоря я от тома форда ожидал чего-то более такого не знаю шикарного с каким-то лоском текстур который будет улучшать вид вашей кожи они наоборот ухудшать его хайлайтеры тут у меня ситуация немножечко обратная у меня тоже есть фаворит и разочаровашка давайте наверное начнем с разочаровашки это хайлайтер от and beauty в оттенке блеск gold такой вот золотистый хайлайтер опять же не могу сказать что по текстуре он какой-то ужасный какой-то подчеркивающий текстуру кожи до который плохо сидит нет он вполне себе симпатичные он классно раскрывается на коже дает такое легкое дисперсное какое-то золотистое свечение но как я уже говорила в первых впечатлениях он не совсем классно подходит для супер светлой кожи я наносил его по всякому посмотрела инстаграм анны также группа вконтакте по моему они там рекомендовали наносить кисточкой а10 у меня она как раз есть она дает максимально такое вуальное полупрозрачное нанесение хайлайтера в принципе да это красиво но знаете чего-то такого прям вау я не заметила да прикольный оттенок классно подсвечивает но какой-то вот он не знаю в моих глазах если оценивать например по десятибалльной шкале румяна и хайлайтер то румяна в моих глазах ну практически десятку точно получают хайлайтер наверное ну на шестерку на семерку могло быть и гораздо лучше все-таки румяна мне кажется получились более удачными ну и наравне с этим могу очень похвалить хайлайтер от бербери я долго ходила вокруг да около этого продукта долго его тестировала сначала он как-то мне не особо зашел потом его все-таки немножко как-то более детально решила его изучить стала намного чаще выносить в макияжных своих видео в конце и как правило после тестирования каких-то палеток да когда я вам снимаю обзоры там у меня допустим несколько макияжей и правило я с этой плеткой например хожу целый день к вечеру смотрю как те не держатся делал какие-то подсъемы и так далее и я старалась чуть чаще использовать вот этот хайлайтер от бренда бербери у меня в оттенке 03 pink pearl и все-таки я влюбилась в этот продукт правда он очень-очень классно раскрывается на коже особенно по прошествии где-то пары часов он сначала на коже такой не знаю поле какой-то чуть более пыльно-пудровый но потом он очень классно как-то впитывается в кожу он больше раскрывается как такое запеченное желе хотя он по сути есть запеченное желе да но он немножечко изначально чуть более таким пудровым кажется но по прошествии времени правда он очень-очень красиво заполировывает кожу делать его какой-то естественно такой подсвеченный и оттенок мне показалось очень удачный для светлой кожи я как раз больше люблю скорее розоватые хайлайтеры чем какие-то золотистые шампанского оттенка мне в принципе тоже нравится на светлой коже но вот розовые на мне они как-то прикольно раскрываются особенно для меня еще говорящим является тот факт когда вы знаете немножко изначально как будто не доверяете продукту а потом замечаете и подлавливаете себя за тем что вас постоянно тянутся к нему руки и вам действительно кайфово от использования этого хайлайтера от использования этого продукта поэтому несмотря на его высокую стоимость могу его действительно рекомендовать очень красивая текстура нереальный оттенок и такой вот люксовый мне кажется люксовая упаковочка с вот таким вот пыльником кстати здесь идет в комплекте кисточка достаточно неплохая надо сказать в принципе можно ей нанести хотя я не очень понимаю зачем с собой брать хайлайтер неужели у кого-то в течение дня несколько раз появляется желание себя подхайлайтить возможно есть такие люди но это точно не я поэтому мне кажется кисточка избыточная но пыльник такой вот симпатичный тоже идет в комплекте далее маленькая категория бровей здесь у меня всего лишь три вот такие вот новинки первых это гель фиксирующий от бренда люкс визаж это именно версия супер фиксации мне гель понравился действительно классно фиксирует брови надолго эффект такой знаете легкой корочки на бровях очень-очень стойкий бюджетный все в нем классно единственный минус который мне не понравился он не супер быстро фиксируется то есть например в отличие от моего любимого геля от стеллари про который мне кажется уже просто миллион раз говорила этот гель фиксируется чуть чуть подольше и он может волосинки могут опадать за то время как он такой влажноватый поэтому его нужно носить совсем чуть-чуть и во время того как он застывает все-таки контролировать процесс немножко в волосинки подгибать наверх но как только он застыл в принципе все классно держится носила его целый день вообще никаких претензий именно к стойкости у меня нет поэтому классный гель и два пудровых карандашка у меня также появилась за последнее время это карандаш от бренда шик и карандаш от бренда лик я их купила под влиянием покупки карандаша от лора мерсье тоже пудрового очень он мне понравился и решила как-то поподробнее изучить вопрос пудровых карандашей сейчас сделаю для вас с вочи я сегодня бровях постаралась использовать оба оттенка потому что они немножечко отличаются лик такой более светлый блондинистый оттенок и у шик тоже оттенок блонд но он чуть более тауповый немножечко потемнее чуть более прохладный решил использовать именно светлый оттенок ближе к началу брови и кончик прорисовать оттенком от шик мне они оба на самом деле понравились классно тушуются очень естественно смотрятся такие получаются легкие широкие воздушные брови если сравнивать с лорой мерсье наверно все таки карандаш от лора мне понравился чуть чуть побольше у него как-то более легкая такая незаполняющая текстура то есть его проще контролировать в плане нажатия то есть у этих карандашей чуть чуть сильнее приходится нажимать и в конце ты себя ловишь на том что брови получается чуть чуть более такие массивные в принципе меня это не напрягает просто если сравнивать с лорой то она как-то дает более такой воздушный какой-то летящий эффект и оттенок мне тоже очень нравится эш блонд по моему называется эти карандаши тоже классные лик стоит намного дешевле он по-моему рублей 700 800 стоит и шик в районе полутора я постоянно забываю помочь чуть чуть выше полутора так с после небольшого перерыва поехали к продуктам для глаз и начать я хочу с вот такой вот потрясающей палетки от тайм танука называется на черные перчатка у меня на эту палетку выходил отдельный обзор как в общем-то и на другие многие палетки от тами которые у меня есть коллекции вот такая вот потрясающая гамма палетка мне на самом деле очень понравилось во-первых классность тушевок во-вторых очень крутой разнообразной гаммы за счет того что здесь есть более светлые какие-то нюдовые естественные ежедневные оттенки так и более красивые сияшки украшалки здесь нереальной красоты вот этот вот мультихром который по текстуре переплюнул даже наверное калиону по необычности по крайней мере у меня в коллекции такого нет очень красивый красный оттенок сатаны по-моему я его называла или как-то так и также вот такой вот оттенок глубокий какой-то космический синий с красным переливом короче я обязательно вставлю макияжа чтобы вам наглядно было видно в общем то палетка мне показалось безумно удачный очень крутая текстура несмотря на то что здесь и оттенки достаточно насыщенные темные все равно с ней очень легко работать и количество вариаций макияжа здесь просто какая-то бесконечная парочка моих новых продуктов от бренда кика очень крутой осветляющий карандаш для слизистой который делает такой именно эффект немножко даже не знаю как это сказать свежего взгляда что ли он такого приятного ванильного оттенка не слишком белый не слишком розовый а такой вот очень правильный немного бежевато нюдовый оттенок очень очень классно смотрится в слизистой действительно стойкий по сравнению с теми аналогами что у меня до этого было даже от шарлотты и от бренда флормар наверное этот по стойкости самый классный и по цене действительно приятный и также от бренда кика у меня появлялась вот такая вот палеточка я вам ее особо не успела показать на канале только лишь в распаковке все дело в том что я ее забрала практически сразу в работу здесь очень-таки нежные сатиновые текстуры которые немножечко скучно наверное использовать как палетку для самостоятельного макияжа но мне нравится ее как бы подмешивать какие-то более естественные макияжи вот например сегодня я делала при помощи этой палетки стрелку и также немножко форму макияжа но конечно же поверх у меня была сияшка про которую чуть позже расскажу которая как мне кажется является да таким главенствующим звеном всего макияжа но тем не менее вот такая вот палетка в стиле палетки нюддип от том форд здесь три очень мягких сатиновых текстуры которые классно полупрозрачно лежат на веках у них приятная такая атласная формула давайте сейчас наверное нанесу куда-нибудь вот сюда то есть видите они дают классный такой блик прикольный но при этом оттенки сами по себе достаточно полупрозрачные и это классно смотрится на коже именно век то есть даже если сейчас присмотреться на макияж на глазах с одной стороны видно оттенок и с другой стороны видно чуть-чуть кожу как будто бы под светом вот именно за это я очень люблю такие мягкие сатины на каждый день мне кажется это максимально беспроигрышная текстура в том плане что очень круто смотрится на текстуре кожи не подчеркивает сухость и еще и работать с ними максимально быстро легко можно краситься любой кисточкой вообще в темноте особо даже без света переборщить ими реально очень-очень сложно здесь также есть последний вот такой вот коричнево-серый оттенок он немножко отличается по текстуре он мне не так сильно наверное нравится как другие три оттенка я им делала стрелку но в принципе вот для каких-то не графичных стрелок прикольно но например строить им форму мне кажется не очень хорошая идея да потому что он такой немножко серо-пыльненький и для большей такой графики классно смотрится но не советую им наверное прям делать на эти какие-то такие смоки прям полноценные чуть-чуть в тушевку добавить чтобы ее облегчить да но полноценно закрашивать скорее нет потому что он может давать такие легкие ну не знаю не то что пятна но видеть он не совсем равномерно ложится если его именно не набивать да на кожу его лучше набивающими движениями наносить и вот качестве стрелки мне кажется намного более удачной поэтому в целом палетка не то чтобы знаете какая-то супер мега интересная но мне кажется с ней прикольные макияжи получаются особенно если у вас есть вот такие вот да отдельные сияшки какие-то спарклы и вы не знаете с чем их нанести чтобы палетка при этом не притягивала на себя внимание ну и конечно же главный герой моего сегодняшнего макияжа это сияющие спарклы глиттеры для век вот бренда bodyography мне кажется я уже в прошлом сезоне вам рассказывал про оттенок хейло в этот раз у меня оттенок и стратус это очень красивый такой неудово розоватый оттенок очень безумно крутое сияние просто я обожаю эти две шайбочки которые у меня есть коллекции потому что ну это сияние оно просто какое-то нереально космическое посмотрите очень очень красиво они наносятся на века не подчеркивают сухость для них не нужна какая-то очень липкая база то есть наносить их на клей под глиттер будет даже пожалуй избыточный эффект я люблю их носить именно пальчиком таким полупрозрачным слоем оттушевывать немножко под бровь и получается действительно такой эффект влажных каких-то роскошных век очень-очень красивый эффект я вам прошлом сезоне рассказывала про оттенок хейло он такой чуть более холодный серебристый все-таки оттенок стратус наверное чуть более универсальный к сожалению уже достаточно давно на сайте золотого яблока не было их наличие я честно говоря не знаю с чем это связано возможно у них больше нет поставок этого бренда если кто-то в курсе почему так произошло пожалуйста напишите но если вдруг будет ресток я постараюсь об этом рассказать у себя в телеграм-канале кстати подписывайтесь на мой телеграм там я оперативно почу какие-то бьюти новости общаюсь вместе с вами в чате тоже в режиме 24 на 7 поэтому поэтому если что-либо узнаю про эти замечательные тени конечно же вам напишу но они действительно очень красивые я их обожаю использовать на клиентах обожаю сама ими пользоваться максимально легкие беспроблемные легко наносятся не требует какой-то базы клейкой да под себя и опять же их можно интегрировать абсолютно в любой макияж по оттенкам холодный теплый какой только хотите также еще небольшие открытия от белорусских брендов у меня появились кремовые тени от брендов люкс визаж и от релуи про если наверное выбирать между этих двух продуктов все таки релуи про мне чуть чуть больше понравились мне показалось что они чуть проще тушуются классно очень наслаиваются очень мягкие по текстуре вот этот оттенок номер 12 прям очень очень советую бюджетные крутой в тушевке подходят практически под любой нюдовый макияж очень стойкие эти кремовые тени я их ношу даже без базы что для меня на самом деле достаточно удивительно и другие два оттенка тоже мне понравились единственный момент странный я даже почитала отзывы в контакте люди писали тоже что у них как и у меня есть небольшое расслоение этих кремовых теней я даже специально не перемешивал чтобы вам показать вот какой-то эффект у меня с ними происходит но самое странное что как только ты их как бы перемешиваешь вновь опять же смешиваешь то все опять же работает нормально то есть нет никаких проблем со стойкостью но они почему-то периодически отслаиваются хотя срок годности у меня вообще нормальный они супер свежие я их покупал на месяц два назад кстати у меня два оттенка в коллекции это 103 и 104 103 скорее похож на 12 от риуи такой более естественно бежевый оттенок и 104 это cool taupe то есть такой более прохладный наверное пыльно-розовый даже чуть-чуть сероватый я бы сказала в общем-то от люкс визаж мне тоже очень понравились тени но вот такой минус небольшой в плане расслоения хотя я особо не заметила чтобы они как-то хуже работали просто когда приступаешь к работе перемешиваешь эту текстуру наносишь все ок короче не знаю может быть у меня какие-то бракованные достались оттенки но по срокам угодности они классные если у вас есть такая проблема пожалуйста напишите мне даже интересно будет неужели я одна такая удачливая да попалась следующий продукт это каял от бренда and beauty это автоматические стойки карандаш для глаз эта новинка в бренде у меня оттенок номер 102 я сегодня им делала себе растушеванную стрелку и также прокрашивала немножечко слизистую верхнего века очень красивый оттенок баклажановый чуть-чуть фиолетовый классно подчеркивает именно зеленцу глаз у меня очень многие спрашивали отзыв на этот карандаш и я знаете как-то пытаюсь подытожить впечатление от этого карандаша он классно тушуется он достаточно мягкий он достаточно стойкий то есть все с ним ок и оттенок очень классный вот наверно оттенок это то что действительно его выделяет по отношению к другим карандашам но в целом какой-то прям глобальнейшей разницы и огромного отличия например между этим карандашом и этими каялами от мэйбеллин тату-лайнер смоки честно лично я не заметила и с учетом того что продукта в этих карандашах как правило очень очень мало просто катастрофически здесь по моему ноль ноль три грамма как в общем-то и во всех автоматических карандашах этот карандаш все-таки стоит дороже и знаете кроме как за оттенок честно я не вижу какого-то огромного смысла переплачивать потому что ну он работает плюс-минус точно так же как и все другие каялы которые я пробовала очень многие меня спрашивали сравнить с каялами от виктории бэкхэм которые прям одни самых классных мягких просто супер кремовых к сожалению к большому ему сожалению я их не пробовала была бы очень-очень рада но к сожалению не могу сравнить мне показалось что каял достаточно посредственный то есть ничего в нем нет такого чтобы прям гнаться за ним и отдавать свои деньги например в отличие от тех же румян которые мне кажется все таки стоит своих денег этот карандаш можно купить только лишь за его необычный вот такой баклажановый оттенок он действительно очень классно подчеркивает зеленые глаза и смотрится намного выгоднее чем тот же черный карандаш или же коричневый да то есть именно баклажановый он такой сам по себе очень необычный круто подчеркивает и голубой оттенок глаз и зеленый но как я уже сказала в принципе стандартный у него такая классическая достаточно формула если у вас есть эта новинка в коллекции пожалуйста напишите совпадает ли ваше мнение своим не будет действительно очень интересно потому что у меня все таки были наверное какие-то завышенные может быть ожидания к этому карандашу целом неплохой но мне кажется все таки немножко за эту цену ничего в нем нет такого прям экстраординарно выдающегося ну ладно справедливости ради скажу что он действительно очень стойкий прям очень ну и как же я могла забыть я сейчас у себя в заметках смотрю также еще большим фаворитом у меня являются этим летом спаркл берновича конечно не очень долго успела ему воспользоваться уже сняла видео обзор но честно я настолько кайфанула от этой текстуры очень классно было носить с ней макияжи они такие прям роскошные очень яркие сияющие мне действительно безумно понравилась эта новинка в моей коллекции поэтому тоже обязательно ставлю обзор который я снимала и также наверное ставлю подсъемы с макияжами наверное мои фавориты вот если сейчас так попробовать повспоминать это все-таки оттенок 13 21 тоже очень классный 9 такой чуть более сияющий но он при этом чуть более хлопьеобразный с ним тяжелее работа и наверное 6 7 такие ну чуть более полупрозрачные тоже очень классные и ежедневные короче в целом я думаю что определенно спаркл бернович этим летом даже конец лета наверное да у меня были фаворитами реально очень очень классные спарклы следующая небольшая категория это туши у меня в этом сезоне опять же было их не очень много начну я наверное с вот такой вот туши от бренда белор дизайн это black corset очень мне понравилась эта тушь вообще люблю белорусские туши у меня с ними всегда примерно одинаковая история очень классный эффект безумно крутые ресницы круто подкручивает ресницы смотрится как-то очень очень шикарно и роскошно но примерно одинаковая история у меня в том плане что эта тушь работает там знаете месяц два три даже наверное месяца два и потом она чуть хуже что ли начинает красить с этой тушью примерно такая же была история но должна ее похвалить у меня где-то наверное на месяца два сейчас в коллекции в принципе она пока что не стремится как-то интенсивно подсыхать и менять свою формулу поэтому пока что у меня на нее реально классные надежды как вы все знаете я периодически снимаю обзоры на туши которые тестирую достаточно долго я обязательно добавлю ее в следующий обзор потому что по эффекту она даже знаете немножко напоминает мне тушь от мэйбелин sky high я себе опять повторно купила в работу у них даже щеточка одинаковая то есть это такая классическая елочка которая очень классно подчеркивает именно ресницы да вот наружи да вытягивает глаз и также удобно то что у нее кончик сам по себе очень узенький и можно прямо туда вот к ресничкам по внутреннем уголке подобраться это реально очень классное качество потому что у меня со многими тушами у которых прямо огромная щетка есть такая проблема что я пытаюсь да прокрасить вот эти вот маленькие реснички во внутреннем уголке и ляпаю каким-то огромным куском туши и все уже не так красиво выглядят ресницы там катаешься как-то стереть убрать это уже совершенно не тот эффект и здесь щеточка такая прям очень очень аккуратненько также тушь который я вам не показывал на протяжении всего лета но пользовалась очень очень активно опять же не знаю почему так случилось наверное как с румянами от тома форда это тушь от мэйбелин силс сенсейшнл в оттенке бургунди браун у них есть такая же знаменитая тушь в черном оттенке но я себе решила купить именно бургунди на каждый день очень очень крутая тушь я от нее не ожидала она реально стойкая у меня очень многие туши отпечатываются как я уже много раз говорила но это она реально на мне стойкая как в общем-то и мэйбелин sky high они примерно из одинаковой линейки скажем так да то есть это из лишь сенсейшнл и sky high на тоже лишь сенсейшнл просто как такой немножко под бренд что ли а вот она кстати лежит да здесь тоже лишь сенсейшнл то есть у них даже цветовое решение примерно одинаковое классный тушь тоже наверное надо будет добавить фаворита лета потому что я опять начала и пользоваться и просто влюбилась мне кажется уже во второй раз вот эта тушь она больше подходит для ежедневного использования у нее очень незаметно получаются реснички потому что этот коричневый цвет бургунди во первых круто подчеркивает опять же зеленые глаза и эффект такой получается более естественных не черных ресниц а именно таких коричневых как наверное вот у меня сегодня такая более растушеванная стрелка и также мне нравится что щетка очень удобно я обожаю щетки с изгибом и люблю щетки елочки наверное вот две мои самые любимые категории не знаю поверх сейчас нанесу ну давайте чё бы нет надо будет еще черную такую попробовать она у меня очень-очень давно была надо будет наверное себе прикупить но коричневый прям реально класс на каждый день и мне нравится что здесь обратной стороной когда поворачиваешь очень удобно красить нижние ресницы у меня тут будет пятьсот тысяч разных тушей как обычно в общем она у меня лежит в походной моей косметичке в сумке когда мне нужно знаете резко накрасить например после спортзала когда я там помыла голову да у меня на лице вообще ничего нет и с собой у меня прям вот такой минимальный набор косметики эта тушь оказалась той на которой действительно могу положиться и как-то вот за это лето она себя очень хорошо показала последняя тушь который у меня появилась коллекции это бренд дарлинг и тушь называется лэш джиния это просто самая малюсенькая тушь самая малюсенькая щетка которая у меня когда-либо была она у меня здесь сейчас лежит съемочная я в основном я и крашу нижние ресницы потому что щетка действительно безумно удобно для того чтобы это делать она очень-очень тоненькая при этом у нее такой вот анатомический изгиб как раз нижнего века классная тушь мне показалось что она опять же дает достаточно естественный такой легкий эффект как примерно вот это вот тушь у нее получаются длинные такие разделенные ресницы но не очень прям искусственные да скорее такие натуральные скромненькие не знаю какие-то тоненькие при этом хорошей длины хорошее разделение но это не какой-то адский драматический эффект то есть сравнение с sky high все-таки это тушь намного более скромная но это опять же класс смотрится на каждый день когда у вас минимальный макияж и хочется чтобы ресницы имели такой да натуральный вид чтобы типа не было видно что они у вас накрашены в таком случае очень классный тушь что касается стойкости кстати классно на себе показала особенно на нижних ресницах это у меня в целом такая проблемная зона немножко но оказалось держится на этом прям очень даже классно что переходим к последней категории это губы здесь я хочу начать с моего просто мне кажется не сомненную фаворита лета весны и вообще наверное последних моих 100 макияжей как минимум это карандаши от бренда люкс визаж мой просто уже истасканный номер 74 который лежит моей косметички это у меня еще из прошлого сезона он мне безумно понравился я себе заказала еще оттенки семьдесят пять шестьдесят шесть и семьдесят три шестьдесят шестой такой самый наверное темный не очень-то удачный я его реже всего ношу но 73 и 75 это просто какой-то нереальный взрыв мозга особенно 75 оттенок если сравнивать его с 74 то он чуть такой более наверное естественно неудовый у меня сейчас на губах и 74 чуть более вишневый мне кажется я уже такую раскраску делала в предыдущих видео но вот еще раз покажу что 74 такой видишь чуть более фиолетовый розовый также 75 чуть более естественный в нем немножко больше бежевого такого даже красноватого и 73 самый нюдовый такой контурный немножко карамельный все оттенки очень классные вот эти вот 73 по 75 прям крайне-крайне советую формула у карандашей очень мягкая они очень классно наносятся просто скользят по губам и к вот этим оттенкам практически любые ваши любимые нюдовые помады подходят идеально в данном случае у меня бальзам от бренда энд бьюти следующий продукт который вам хочу рассказать ох бальзам этот мне кажется я сейчас просто знаете обхвалю и обругаю одновременно за что я хотела бы похвалить этот бальзам у него действительно безумно красивый оттенок то есть он как-то делает ваши губы только лучше вот это вот наша любимая до фразы которые очень часто блогеры используют это действительно так потому что он дает такой легкий не знаю какой-то вишневый оттенок губы смотрятся более пухлыми и более увлажненными и я лично такое просто обожаю также мне нравится упаковка она очень удобная такая с тоненьким да грифелем то есть максимально можно прям выточен и прокрасить все уголочки и все доступные места принципе за это тоже могу похвалить из минусов и таких немножко негативных сторон во первых это количество продукта и цена здесь всего лишь один грамм продукта и стоит этот бальзам в районе двух тысяч рублей что делает его одним из самых дорогих в моей коллекции я по моему как-то делала уже подборку с ценами постараюсь найти в одном из старых видео получается что именно в пересчете за грамм это просто какой-то нереальный грабеж очень очень дорогой бальзам поэтому несмотря на все его хорошие классные качества если вы как я часто пользуетесь бальзамом то скорее всего он у вас улетит просто со скоростью света очень очень быстро поэтому только если вам безумно нравится бренд and beauty очень нравится оттенок то в таком случае могу рекомендовать но цена конечно просто у него даже не то что цена а количество грамм продукта ну просто какой-то обдираловый если честно наверно будет в тему показать какие-то более бюджетные альтернативы бальзаму от and beauty у меня два продуктика от catrice были особенно в ходу последний месяц это формула full сатин липстик от catrice у меня в оттенке номер 020 очень похожий он так знаете по смыслу конечно это больше наверное помада все-таки сатиновый нежели бальзам но если тоненько нанести то мне кажется можно похожего эффекта добиться но все-таки витику более полупрозрачный более увлажняющий но catrice мне кажется тоже формула достаточно удачный мне в принципе понравилось это у меня такой тоже естественно розоватый оттенок и также классная формула линейка clean id silk intense у меня в оттенке 0 60 тоже прикольный он такой более бальзамистый видите мне кажется даже похоже немножко по оттенку всем поближе покажу вот последняя помада мне кажется особенно похожа посмотрите у catrice линейки бальзамов мне кажется они в принципе тоже неплохим аналогом являются конечно они может быть не настолько полупрозрачные все-таки у and beauty формула мне показалось более уходовая но catrice финиш на губах очень очень похож и наверное последний продукт категории для губ и который я еще забыла в прошлом сезоне упомянуть и настолько из-за этого расстроилась что даже себе в заметке на следующий сезон написала обязательно упомянуть эти помады просто почему-то они мне выпали из головы это формула ultimate от бренда maybelline это максимально комфортные матовые помады именно в стиковой формуле их аромат сводит меня с ума у меня два оттенка один более нюдовый называется more buff номер шестьсот девяносто девять тоже нанесу swatch у меня эти помады лежат в кейсе именно поэтому я совершенно забыла их упомянуть вот такой вот крутейший нюдовый оттенок очень классный нюд пыльно-розовый и текстура этих помад действительно крутейшая они в отличие от жидких матовых помад которые именно сначала да жидкие такие кремовые комфортные и потом они подсыхают и чуть-чуть до могут подстягивать ну лично я не особо люблю жидкие матовые помады раньше больше любила но сейчас мне кажется помады в пуле делают намного более комфортную работу и вот такой вот потрясающий красный оттенок просто какой-то нереальный похож на nars dragon girl который мне очень нравился в свое время это красный с холодным синим подтоном обожаю вот этот щелк у них не знаю он такой приятный какой-то немножко даже асмр класс и пахнут они каким-то каким-то кокосово-карамельным ароматом короче просто нереальный кайф у них действительно очень комфортная формула такая сатиново-кремовая текстура и они чуть-чуть подусаживаются на губах чуть-чуть подсыхают то есть становятся более стойкими но вот этого иссушающего эффекта как от жидкой матовой помады у них нет поэтому просто обожаю эту формулу я ее подцепила на мастер-классе у пони ромы еще в феврале поэтому я как раз таки март-апрель-май получается и активно работала и совсем забыла вам показать и вот наконец-то я вспомнила действительно очень-очень кайфовые помады мне еще нравится красный использовать знаете как такой освежитель губ то есть ты его наносишь немножко на серединку и а там хальчиком делаешь такой корейский эффект очень-очень круто смотрится и получается такой эффект как моя любимая помада от lisa eldridge rose official чуть-чуть видите вот этого холодненького такого красного который дает даже немножко голубоватый отлив это очень-очень крутой эффект именно для того чтобы помаду сделать чуть более прохладной то есть вот этот оранжево-красноватый потон успокоить просто ну это же идеально просто идеальные губы ну что вот такая вот коробочка фаворитов и разочарование у меня получилось за это лето надеюсь что это видео вам понравилось было интересным если вы что-либо из этих продуктов пробовали как обычно пишите свое мнение ниже в комментариях ну и конечно же огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забудьте оценить его лайком подписаться на мой канал и всем пока-пока